Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 29 июня, и давайте посмотрим, как падение американского доллара повлияло на большинство из инструментов. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар с момента начала движения, который мы видели 27 июня, то есть 3 дня назад, пара прошла порядка 250 пунктов, преодолев целевую отметку в области 1.13. И на текущий момент открываются следующие цели, которые находятся уже в области 1.14, 1.15 и далее 1.16. На текущий момент тенденции на укрепление пары евро-доллар продолжают свое направление, точно так же, как оно и идет уже на протяжении всего года. Поэтому на текущий момент будем отслеживать именно те тенденции, которые дают возможность присоединиться на покупку по данному инструменту. И один из ближайших уровней, который на текущий момент мы можем отметить, находится на минимуме вчерашней торговой сессии в области 1.12.91. Были попытки вчера скорректироваться в область поддержки, вчера волатин составлял порядка 100 пунктов за весь торговый день, но тем не менее к концу торговой сессии вернулись уже к максимальным значениям дня и закрылись выше открытия. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление по паре евро-доллар также сохраняется. Пара британский фунт, американский доллар аналогично с евро продолжает свое восходящее движение. Была преодолена целевая отметка в области 1.28, вышли из данного диапазона и фактически подошли к ценам начала июня. Это область 1.29. На текущий момент мы видим, что пара торгуется вблизи данных значений, пытается преодолеть этот уровень. И уже после его закрепления открываются следующие цели движения в области 1.30. И уже, соответственно, как цель максимум может рассматриваться движение в области 1.33-1.34. Если говорить о текущих уровнях на сегодняшний день, то ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме, который был вчера. Это отметка в области 1.27.95. Возврат ниже этого уровня может вернуть нас к нисходящей краткосрочной тенденции по паре британский фунт. Но на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Австралийские доллары также продолжают свое восходящее движение. Вчера вновь верил локальные максимумы ушли выше целевой отметки ближайшего краткосрочного уровня в области 1.76.33. И, собственно, тенденция в область уже локальных максимумов, которые были в течение последних двух лет показаны. Это область 1.77.12. Тенденция движения в эту область также сохраняется. Ближайший разворотный уровень среднесрочный мы можем отметить на текущий момент в области минимальных значений, которые были на прошлой неделе. Это минимум в области 1.75.34. Ну а если говорить о локальных уровнях, то здесь во внимание нужно взять минимум, который был зафиксирован вчера. По данной паре это значение в области 1.75.76. Пара американский доллар и японская иена, в отличие от всех других пар, продолжают свое коррекционное восходящее движение. Напомню, что основной импульс и основное направление на текущий момент остается нисходящим все-таки по данной паре. По крайней мере, до тех пор, пока торговля идет ниже отметки 1.15.32. Поэтому по данному инструменту наиболее интересно находить точки для присоединения в тот момент, когда тенденция начинает двигаться в сторону основного тренда, когда краткосрочная начинает совпадать с долгосрочной. Поэтому здесь ближайший коррекционный уровень по данной паре, который мы можем отметить, находится в области минимальных значений 27 июня, отметка в области 1.11.48. Преодоление данной отметки уже может дать предпосылки на начало нисходящего движения по данной паре. Пара американский доллар и канадский доллар подошла в область минимальных значений, которые мы видели в начале этого года. Это отметка в области 1.30. Практически сейчас торгуемся вблизи этого целевого значения. И как следующие уже цели, которые мы можем отметить, это продолжение падения в область 1.28. В рамках уже краткосрочной тенденции мы видим, что этот тренд сохраняется. Были некоторые боковики на прошлой неделе и в середине июня, но тем не менее основное направление также осталось нисходящим. Ближайший разворотный уровень по данной паре в рамках краткосрочного таймфрейма находится в области максимальных значений вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.3205. Тенденция на снижение по данному активу также сохраняется. По паре евро-фунт мы можем отметить больше движения в боковом диапазоне. Мы видим, что евро растет, видим, что британский фунт растет. И поэтому как четкого направления пока данная пара не определила. Основное направление, которое было ранее, остается на укреплении. Но пока мы видим небольшое затишье в виде боковика, который обозначен верхними границами 88.59 и нижней границей 87.12. Преодоление максимальных значений уже откроет предпосылки для дальнейшего роста по данной паре. Но пока торгуемся практически в середине данного диапазона. Вчера во вторую половину торговой сессии ушли ниже минимальных значений. Дошли до минимума 27 июня, но закрепиться ниже них не смогли. И поэтому сейчас торгуемся практически с минимальной волатильностью по данному инструменту. Поэтому здесь необходимо отслеживать движения следующих уровней. Ближайший уровень в рамках краткосрочной тенденции это 88.61. Если говорить о продолжении покупок по данному инструменту, то обновление максимума в области 88.79. По золоту мы также видим продолжение торговли в диапазоне. Диапазон обозначен. Верхняя граница 1257 долларов за тройскую лунцию. Нижняя 1240. Вчера обновили максимумы 27 июня, но пока уйти выше отметки 1257 золота не смогло. И сегодня с утра уже видим коррекцию вновь в область поддержки. Преодоление и закрепление отметки 1240 долларов за тройскую лунцию уже откроют предпосылки на дальнейшее снижение по данному активу. Но на текущий момент то снижение, которое мы видим, пока является коррекцией в рамках более крупного движения. И ближайший уровень, который мы можем отметить по данному инструменту, находится в области 1218 долларов за тройскую лунцию. Пока торгуемся выше данного значения, основное направление остается восходящим. И более значимый уровень для тренда старшего порядка находится в области 1195 долларов за тройскую лунцию. Нефть марки Brent на этой неделе преодолела максимальное значение 21 июня. Это произошло 27 июня. И на текущий момент мы видим развитие краткосрочного и среднесрочного восходящего движения по нефти. Долго ли оно продлится, пока мы сказать не можем. Но тем не менее, если говорить о продажах, то пока от них нужно воздержаться. И только в тот момент, когда цена начнет двигаться в сторону нисходящего тренда. А это мы сможем увидеть, к примеру, если нефть сможет обновить минимум вчерашней торговой сессии. Это значение в области 4602. Тем самым подтвердив настрой на дальнейшее нисходящее движение. Тогда уже вновь задуматься о продажах будет иметь смысл. По индексу DAX мы видим продолжение коррекционного нисходящего движения. Вчера вновь вновь локальный максимум минимум доходили до отметки 12 535. И на текущий момент направление краткосрочное и среднесрочное остается на снижение и по данному активу. Ближайший разворотный уровень для продаж находится в области максимальных значений 26 июня. Отметка 12 842. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Сегодня состоится вебинар моего коллеги Фредерика Даниэля, который расскажет о том, как торговать энергоресурсы. Такие активы, как нефть, к примеру, и газ. Вебинар пройдет сегодня в 20.30. Сейчас вы видите ссылку на регистрацию. Будем рады вас видеть на нем. И увидимся уже на следующих обзорах завтра. Всем спасибо и до свидания.